Программа «Прямая связь» – это не только возможность задать волнующий вопрос напрямую мэру города, но и некий годовой срез проблем, которые волнуют нижнекамцев. Поступило несколько сотен звонков и сообщений. Много было вопросов по теме садоводчества. Строители сделали межевань, заплатили деньги, но приватизировать нельзя из-за того, что рядом скотомогильник. И вот просто массово задают похожий вопрос. И усилия, и финансовые вложения, которые связаны с межеванием земель, они не пропадут. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы провести сокращение границ санитарно-защитной зоны. В этом году программа «Прямая связь» вышла далеко за пределы Нижнекамска. Задать вопрос Айдару Медшину в прямом эфире изъявили желания ведущие республиканские телеканалы. Их, как и многих горожан, волнует вопрос экологии в Нижнекамске и районе. Приветствует вас телеканал «Татарстан-24», шеф-редактор службы новостей Екатерина Салейкина. Нижнекамск к нам очень близок, несмотря на географическое отдаление, потому что корреспонденты постоянно присылают нам материалы. Мы видим то, что происходит в вашем городе. Нам регулярно звонят сами нижнекамцы, тоже сообщают новости, вносят какие-то ремарки, предложения. Вопросов много, с вашего позволения озвучу два. Первый касается пожара на свалке шин. Сейчас, я так понимаю, все нормализовалось, лег снег. Тем не менее, поднялась острая экологическая проблема. Какие пути решения вы видите? Что вынесено из этой ситуации? С кем будем бороться? С копателями? Или все-таки будем решать вопрос иначе, как можно утилизировать эти шины? По всей видимости, потребуется рекультивация, которая возможна после завершения горения тела полигона. И она, видимо, будет включать в себя два этапа. Это этапы технические и биологические. Но в целом это большая работа, которая требует соответствующей подготовки. В новом году могут ли жители Нижнекамска надеяться на хорошее? Какие экологические проекты планируются? Я разговаривал по этому поводу с Азашем Качембекбурзимом, генеральным директом, который подтвердил, что источник финансирования зафиксирован, определен на этот этап, завершение этого этапа, более того, на начало строительства коллектора. Очень важно вот эту часть завершить. Поэтому я очень надеюсь, можно сказать, по оценкам специалистов, эта надежда связана с уверенностью, что при решении вот этого вопроса, завершении второго этапа, мы существенно улучшим состояние атмосферного воздуха. Проблемы экологии, медицины, транспорта, ремонта дорог и домов. Вот далеко не полный перечень тем, поднятых во время прямого эфира. Большая часть вопросов, поступивших от горожан, носила общий характер. Но дозванивались люди и с личными проблемами. Свой крик души излила Айдару Медшину Светлана Карповна, которая пожаловалась на шум канализационных труб. Послушайте нас, услышьте нас, пожалуйста. Мы день и ночь слышим этот треск. Мы не знаем, как дальше жить. Мы скоро сойдем с ума, может быть, не знаем. То, что вы так с надрывом к этому, значит, так выразили, я к вам приеду, если не успею до Нового года, то вот в новогодние праздники, вот эти праздничные дни, значит, я обязательно сам навещу вас, и мы вместе посмотрим этот вопрос. Вообще вопрос обратной связи стоял, если не особняком, то имел важную значимость. Людей интересовало, как работает принцип главного телефона мэра, как отслеживаются жалобы и не уходят ли они в долгий ящик. Оказывается, нет. Вот яркий пример. На вопрос, заданный во время прямого эфира о дорогах на Чебинской 7, глава пообещал, что с заявителем свяжутся его помощники. Прямой эфир еще не закончился, а Алсу Нагумановой уже позвонили сотрудники администрации. Формат программы «Прямая связь» такой, что с каждым годом только набирает обороты. Телезрители попросили Айдара Медшина, чтобы в студию приглашали и руководителей крупных промышленных предприятий, ведь к ним тоже имеются вопросы. Сам Айдар Раисович не против такой идеи, ведь именно здесь можно узнать об актуальных проблемах людей. В этом он убедился за 12 лет участия в программе. Сейчас, в общем-то, превалируют вопросы общего характера. Это говорит о том, что и меняется настроение людей, уровень вопросов. Вот видите, вопрос по бездомным животным. Это вот то, что, еще раз говорю, показывает зрелость наших нижнекамцев, отношение к нашим меньшим братьям. Это не бытовые, не частные вопросы. Копии всех обращений нижнекамцев, которые поступили по телефону, через сайт и почту, переданы команде Айдара Медшина, которая будет прорабатывать каждое сообщение. И уже после Нового года на каждое будет дан ответ. Их опубликуют на сайтах ntrdefis24.ru и городской администрации. А если вы не смогли посмотреть прямую связь с главой в прямом эфире, сделать это можно и сейчас. На сайте ntrdefis24.ru выложена запись программы. Александр Комаров, Ахри Исламов, Новости НТР.